здравствуйте итак сегодняшнее видео будет о окантовке страниц и буду обрабатывать прямой строчкой здесь не зигзагом а прямой решила все страницы книжки собраны и теперь откладываю в сторону первую и последнюю сейчас буду обрабатывать только три внутренние страницы и так я вырезала 5 бег 2 у меня будет идти на первую последнюю пары страниц и вот эти три для внутренних трех страниц поскольку я буду обшивать ровной строчкой я тут попробовала несколько методов и сейчас покажу что к чему я пришла как легче всего мне было это сделать перед тем как пришивать бейку книжки бейку нужно подготовить мне нужно чтобы с одной стороны было вот здесь складка на где-то 8 7 8 миллиметров то есть это ширина лапки на которые буду пришивать бейку первый вариант если у вас есть вот такая фетровая линейка значит просто как раз здесь 0 8 миллиметров то есть вот так и пошли пошли по всей длине приглаживать этот край второй вариант если у вас нет такой линейки значит сначала я складываю бейку пополам изнаночной стороной внутрь приглаживаю и только сейчас могу пригладить вот эту сторону разгладиться вот эта складка посередине нам в принципе она не нужна то есть теперь вот так то есть мне нужна бейка вот в таком виде страницы в книге вот как они находятся по порядку то есть эта страница с правой части разворота и вот так далее то есть каждый раз я буду пришивать бейку начиная вот возьму страницу начиная с левой части разворота то есть вот так здесь далее здесь и отсюда и так прикладываю бейку и начну пришивать почему здесь у меня собственно 8 миллиметров я проверила машинку она у меня шьет ширина лапки 7 миллиметров но поскольку здесь еще у меня есть толщина 2 миллиметра то есть здесь и получается что будет 7 плюс вот эти два и чтобы еще завернуть в общем так и выходит в принципе на всех машинах если посредине лапки идет строчка то это будет приблизительно 7 миллиметров и так приложила и начинаю шить прямой строчкой и так игла номер 90 игла идет посредине лапки не с ним вправо не в лево положение посередине и так обратите внимание чтобы край лапки шел ровно вдоль края страницы тогда у вас будет ровная строчка я советую вам сделать шаблон этот у меня из пластиковой папки здесь прямая линия угол под 45 градусов ширина приблизительно у меня здесь два сантиметра и теперь чтобы знать мне на каком расстоянии у меня строчка чтобы ровно сделать уголок пройду здесь без нитки просто проложу строчку вдоль линии то есть когда я буду подкладывать шаблон я буду знать где мне прекращать строчку и где мне уходить на 45 градусов складываю бейку вот таким образом из-за того что здесь есть строчка бейка ляжет под углом 45 градусов вот здесь здесь должен быть угол 90 градусов то есть из бейки и края страницы вот этот угол 90 градусов если вы не очень часто это делаете советую дальше воспользоваться шаблоном то есть прикладываю шаблон сверху и возвращаю назад бейку вот так то есть теперь край бейки у меня идет вдоль края странички если страница будет у вас очень толстая немножко тогда на пол миллиметра чтобы бейка складка бейки заходила за страничку чтобы получился аккуратный уголок теперь можно здесь уже закрепить при помощи зажимов либо прищепки в общем либо канцелярских зажимов общем что у вас есть под рукой вот так заберу и теперь чтобы не было никаких путаниц ничего и теперь начинаю шить просто прямой строчкой то есть делаю закрепку и шью прямой строчкой до уголка опять на диагональ и все повторяю то же самое до конца а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Теперь можно вывернуть эти уголки на обратную сторону Теперь, поскольку здесь было заглажено, то сейчас будет очень легко формировать окантовку Вот эти три это будут временные булавки Так как я буду шить не вот так, как я обычно шила зигзагом, а в обратном направлении Поэтому мне нужно, чтобы булавки были с другой стороны То есть вот таким образом Так, вот что получилось Здесь очень важный момент, чтобы булавка входила не близко к краю Иначе будет, иначе это выкривит вот этот край А буквально от трех миллиметров от края Вот где-то здесь То есть если здесь будет близко, то потянет бейку И край уже вот этот будет неровный Поэтому булавку вставляю вот как-то так Устанавливаю иглу в положение слева То есть здесь сейчас я буду шить по такому же принципу, как я шью фетр То есть игла идет не по середине лапки А немного влево То есть мой ориентир это вот эта метка на лапке Которая будет идти по краю бейки А игла будет идти в миллиметр от края бейки Так, одна сторона И таким образом обрабатываем три страницы из пяти Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»